Теперь об этом и не только в деталях. Неделя в городском округе традиционно началась с оперативного совещания в администрации. Руководители силовых структур и сотрудники органов местного самоуправления отчитались перед главой Любереца проделанной работе. Все подробности у Анны Троян. Полторы тысячи обращений граждан поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. 57 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. 45 раскрыли по горячим следам. Кроме того, одна из 157 дорожных аварий привела к необратимым последствиям. В городе Котельников был совершен конфликт между женщиной 1955 года и молодым мужчиной. произошел конфликт из ДТП. Мужчина вышел, ударил женщину. От полученных травм она до скорой помощи умерла. То есть следственный комитет проводит проверку по данному гражданину. 46 выездов по сигналу тревоги и ликвидация 10 пожаров. Такой выдалась в прошлой неделе для Люберецких огнеборцев. Пять возгораний перешлись на городской округ. Марусин и пожар привел к многочисленным травмам пострадавшего. Пожар произошел в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных подразделений гражданин Титов Ярослав Евгеньевич 1970 года рождения выпрыгнул с балкона и с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головы мозга, ушиб лобной части, перелом бедра, состояние алкогольного опьянения доставлен в больницу Ухтомского. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. А в сфере ЖКХ дела обстояли гораздо спокойнее. За минувшие семь дней в округе отремонтировали 12 подъездов. Всего от плана на этот год сделано 73 процента. Также в Люберцах продолжается капитальный ремонт домов. На сегодняшний день выполнено полностью капитальный ремонт в 51 доме из 113, что составляет 45 процентов. Ремонтируются в округе не только дома, но и дороги. Предприятия закупают дополнительную спецтехнику, чтобы в холода проезжей части были в порядке. Готовятся к зиме также ресурсоснабжающие и управляющие компании. Продолжаются работы по проверке и готовности управляющих организаций к зимнему периоду. Каждая управляющая организация должна иметь необходимый уборочный инвентарь и технику, укуплектованный штат сотрудников, запас противоголовленных материалов и договора на вывоз снега. В завершении встречи коллектив администрации округа поздравил с днём рождения руководителя комитета по культуре Светлану Носкову. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.